Новости продолжает эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Больше 200 человек заболели коронавирусом за сутки в Восточно-Казахстанской области. В регионе вводят жесткие ограничительные меры. Сокращают количество авиа и ЖД транспорта, а пассажирам теперь нужно иметь при себе справки о прохождении ПЦР-тестирования. В области вновь устанавливают санитарные блокпосты. С 1 ноября в Усть-Каменогорске перестанут работать торговые центры, а жители региона начнут массово тестировать на коронавирус. Готовятся к наплыву пациентов и в местных больницах. Всего на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе предусмотрено более 2,5 миллиардов тенге. В медицинских организациях создан двухмесячный запас лекарственных средств. Для оказания своевременной и качественной медицинской помощи в условиях периода второй волны подготовлено 40 инфекционных стационаров и организовано 6 010 койкомест с полным медицинским оснащением. Откроется новый инфекционный госпиталь на 150 коек. Всего в инфекционных стационарах госпитализировано 566 пациентов, а в карантинные 43. Также задействовано 124 реанимационных коек, из них занято 36,2%. Североказахстанская область стала второй после Восточного Казахстана, которая вошла в так называемую «желтую зону заболеваемости коронавирусом». Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны Ирлан Киясов. Напомню, в регионе сегодня заболели еще 17 человек, а всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 4 417 жителей. В Западно-Казахстанской области ухудшается эпидситуация. Всего в регионе ковидом заболели 7 тысяч человек. 117 скончались. Только за октябрь зарегистрировано 137 случаев. Почти половина из них – пенсионеры. Болеют школьники, учителя и медработники. За последние сутки выявлено еще 8 случаев. Всех выезжающих в регионы без ПЦР-справок помещают в карантинный стационар. В запасе у санэпидемиологов есть тест-система на 47 тысяч исследований. Между тем, за два месяца в области выявили свыше 300 нарушений ограничительных мер. Все ограничительные меры у нас будут дальше продолжаться. Карантинные меры будут усиливаться. Если рост дальше пойдет, будут крайние уже меры. Это до карантинных мер. В основном у нас ведется пятница, суббота, воскресенье во всех районах, особенно в городе проводятся эти свадебные мероприятия. Мы штрафуем где-то порядка 15 миллионов мастеров. Вместе с тем, невзирая на штрафные санкции, продолжают работать эти объекты. Все объекты, которые будут нарушать, вплоть до закрытой через судон, будут применяться такие санкции. 135 казахстанцев, зараженных коронавирусом, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Еще 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего, по данным Минздрава, лечение от COVID-19 продолжает получать порядка 3,5 тысяч человек. Среди которых 313 детей. Кроме того, за минувшие сутки выявили еще почти 200 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Санитарные врачи Североказахстанской области опровергли информацию о массовом заражении детей коронавирусом. Напомню, накануне заместитель Акима Мамлюцкого района сообщила в социальных сетях о том, что COVID выявили у 19 учеников школы-интерната. Эту информацию нам подтвердил и главный санитарный врач района. Однако сегодня областной департамент по контролю качества, безопасности товаров и услуг распространил пресс-релиз, в котором сообщается только о двух положительных результатах на COVID у школьников. Как выяснилось, остальные 17 человек являются контактными. Пост зам Акима с заявлением о заражении учеников позже был удален. Дети 2004 и 2014 годов рождения выявлены по эпидемиологическим показаниям симптомами заболевания острой респираторной вирусной инфекции и энтеровирусной инфекции при госпитализации в инфекционное отделение многопрофильной детской областной больницы. В настоящее время состояние больных и контактных удовлетворительное. Заболевшие дети продолжают лечение в стационаре. При эпидемиологическом расследовании установлен круг контактных в количестве 17 человек. Больше 45 миллионов случаев заражения коронавирусом в мире. И прогнозы неутешительны. В странах действуют повторные локдауны и ограничения. В условиях режима ЧАЭС День независимости отпраздновала Чехия. Гуляний не было, но введенный в стране комендантский час не помешал собраться демонстрантам, выступающим против ограничений. На выходных во многих странах мира отметят Хэллоуин. Правда, пройдет он почти везде по новым правилам о том, как страны намерены ограничивать, так скажем, посещение массовой праздники, расскажет Айдана Коребжанова. Да, логично, что везде отменены народные гуляния и как таковые сборы. Но вот насколько это будет применено по-настоящему на практике, пока сказать сложно. Обо всем подробнее в обзоре. На днях свой главный праздник, День независимости, отметили чехи. Понятно, что в этом году он прошел в непривычных условиях, без народных гуляний и концертов. В Чехии с 5 октября действует режим ЧС. И учитывая эпид-ситуацию и ежесуточный прирост в 12 тысяч новых случаев ковид, его могут продлить еще на месяц. В стране закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные и культурные объекты. Приостановлена работа большей части предприятий по оказанию услуг. Более того, с 3 ноября здесь будет действовать запрет на свободное передвижение с 9 вечера до 5 утра. В этом году вместо привычного яркого празднования освобождения от Австро-Венгерской империи, люди вышли на улицы, требуя вернуть им свободу и отменить строгие ограничения. В манифестации в Праге приняли участие разрешенные 100 человек. Мы требуем совсем немного, жить нормально и работать. Когда мы теряем работу, это никого не волнует. Что нам с этим делать? Сейчас нет войны, так что любые блокировки бесполезны. В англоязычном мире готовятся к празднованию Хэллоуина, который традиционно отмечают 31 октября. Больше всего этот праздник любят в Америке. Однако в этом году американские врачи просят воздержаться от вечеринок с переодеваниями в нечисть и похода в гости. Во многих штатах действуют карантинные ограничения. Более того, рекомендуют медики отказаться от традиционного угощения детей сладостями. Правда, вот самые находчивые граждане предлагают использовать на входе металлическую трубу, которую можно установить на перилах домов, чтобы бесконтактно угощать детей конфетами. К слову, самыми популярными в этом году стали костюмы вируса, санитайзера, туалетной бумаги и даже онлайн-конференции. Против традиционного празднования Хэллоуина выступили в Сеуле. Праздник последние 10 лет там популярен в основном среди молодежи. Власти не приемлют никаких вечеринок в условиях карантина. А тем, кто очень хочет отметить, предложили делать это только в онлайн-режиме. В эти дни будет усилен рейд по городу. Число инспекторов увеличится до 140 человек. Они будут контролировать безопасность и соблюдение режима карантина в 150 клубах Сеула. Все они должны отказаться от празднований и сборов людей. Из-за роста числа зараженных в Италии и Ватикане приостановил аудиенции Папа Римский. Более того, все рождественские мероприятия в городе пройдут онлайн, без прихожан. Ранее Папа Франциск отметил, что не сможет приветствовать всех верующих, чтобы не создавать многолюдных собраний. COVID-19 уже поразил ближайший круг понтифика. В швейцарской гвардии Ватикана выявили 4 положительных случая. Я бы очень хотел спуститься и поприветствовать каждого из вас. Но мы должны соблюдать дистанцию. Я не смогу подойти к вам, но каждый из вас в моем сердце. И мы можем вот так вот на расстоянии помолиться друг за друга. Спасибо за понимание. Сложно представить европейские города в Рождество без красочных ярмарок. Однако придется. В столицах Германии, Чехии и ряде других городов уже объявили об отмене традиционных рождественских гуляний и ярмарок. Так власти надеются уберечь граждан от контактов и заражений. Таким образом, самое главное, что люди могут подарить в грядущие праздники друг другу, это здоровье и безопасность. И на этом я, пожалуй, закончу. В общем, лишимся моего Нового года, я так понимаю. Все к тому. Спасибо большое о ситуации с коронавирусом в мире, рассказала Айдана Кребжанова. Ну, а я продолжу. Несмотря на глобальную турбулентность, товарооборот между Казахстаном и Кореей демонстрирует уверенный рост. Об этом сегодня заявил Касанжумар Тукаев. Глава государства отправил видеообращение к участникам экономического форума в Сеуле. В столице Южной Кореи собрались представители стран Евразии, чтобы обсудить сотрудничество в период пандемии коронавируса. Форум прошел в онлайн-режиме. Как это было? Можно ли в виртуальном режиме договориться о партнерстве? Об этом расскажет наш сеульский корреспондент Владислав Цой. Маски, дезинфекторы и дистанция между креслами участников. После каждого выступления на трибуне дезинфицируют микрофон. Такие меры стали нормой на конференциях в Сеуле. На форуме государства Евразии представляли послы, но некоторые президенты лично обратились к участникам. Касанжумар Тукаев, в отличие от других глав государств, говорил по-английски, поэтому его речь многие поняли без перевода. Корейские инвестиции в казахстанскую экономику превысили 7 миллиардов долларов. Несмотря на глобальную турбулентность, двусторонний товарооборот продемонстрировал уверенный рост. Есть огромный неиспользованный потенциал для дальнейшего наращивания нашего взаимовыгодного сотрудничества. Казахстан готов предложить специально разработанные для корейских инвесторов инструменты, в том числе налоговые и таможенные преференции, софинансирование проектов, частичные гарантии и механизмы поддержки экспорта. Среди тех, чьи выступления ждали, был нобелевский лауреат и экс-госсекретарь США. Мадлен Олбрайт вышла в прямой эфир из своего дома в Вашингтоне. Один из выступающих цитировал свои речи слова Абая. Немного осталось до наступления 2021 года. Во всем мире люди переживают и чувствуют влияние коронавируса и результатов президентских выборов в США. По результатам президентских выборов многое может измениться. Несмотря ни на что, у мирового сообщества три цели – выздоровление, устойчивость, окружающие среды и равновесие. Эти три цели своевременны и связаны между собой. После пандемии неизбежно наступит бесконтактная промышленность и цифровое экономическое развитие. Искусственный интеллект, роботы будут быстрее, чем сейчас. Хотел бы закончить свое выступление словами мыслителя Центральной Азии Абая. Человечество нуждается в любви, сплоченности, смелых поступках, осуществлении на практике и заботе. Это мудрость мыслителя, который родился 175 лет назад, станет ключом в преодолении кризиса. Вот так проходят международные конференции в условиях пандемии коронавируса. Здесь представлена продукция 120 южнокорейских компаний. Чуть дальше в онлайн-режиме проходят переговоры бизнесменов Южной Кореи с предпринимателями из стран Евразии. Участники конференции рассказывали партнерам о своем бизнесе. С помощью специального устройства они могли в 3D-режиме увидеть предприятие своих коллег. Вот южнокорейский бизнесмен рассказывает о своем бизнесе предпринимателю из Китая, который едет в машине. Представитель южнокорейской компании Ким Чжу Йон провел онлайн-переговоры с Владивостоком и Ташкентом. А с Казахстаном еще до начала пандемии ему удалось наладить отношения и организовать в нашей стране производство. Мы производим оборудование по обработке зерновых, например, по сортировке риса или пшеницы. В 2016 году мы участвовали на агровыставке, а в прошлом году был оборудован завод, где было полностью задействовано наше оборудование. Уже открыли представительство Алматы. Думаю, это сильно поможет нашему бизнесу. Как отметил в своем выступлении президент Мунжиин, коронавирус – сотрудничество не помеха. В отношениях Кореи со странами Евразии наступает новая эра. В последние три года товарооборот между государствами увеличивается в среднем больше, чем на 15% в год. И цифровые технологии, экологические и финансовые проекты, а также здравоохранение позволят не снижать темпы. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. До трех миллиардов тенге могут получить сельхозтоваропроизводители страны на развитие своего бизнеса. Льготные кредиты аграриями животноводам предоставит государство. Напомню, увеличить объем государственных гарантий и поддержать агропромышленный комплекс поручил президент. Подробности у Ирины Панфиловой. Сергей Горовой увлеченно рассказывает о новой откормочной площадке на 5000 голов. Открыли ее в Касталовском районе Западно-Казахстанской области почти год назад. В 2020-м решили расшириться. Но финансов бизнесмену не хватало. Взять кредит не мог, не было залога. В том году мы получили от аграрно-кредитной корпорации кредит в размере 850 миллионов. То есть нам этого не совсем хватает для всех целей, которые мы ставим перед собой. В этом году мы просим 1,3 миллиарда. При помощи вот этой поддержки механизм, программа механизм АПК, мы получили 1,3. То есть 50% от общего займа нам предоставляет фонд финансовой поддержки, гарантию перед банком. И мы его получаем. Денег хватило и на землю, где фермер выращивает кормовые культуры. Финансовую помощь он получил по одному из механизмов господдержки агропромышленного комплекса. К слову, рассчитывать на гарантирование могут все сельхозтоваропроизводители без исключения. Основным критерием для получения гарантирования является сумма кредита не должна превышать 3 миллиарда тенге. Срок кредита не должен превышать 10 лет. А также ставка вознаграждения не должна превышать 17% годовых. Гарантирование предоставляется до 50% по всем направлениям агропромышленного комплекса, а также до 85% по приоритетным инвестиционным направлениям. Главное, чтобы у предпринимателей были в порядке документы, говорят в фонде. Напомню, усилить поддержку сельхозтоваропроизводителей поручил президент. Ранее я уже обнародовал меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Это и налоговые преференции, и отсрочки по платежам по займам, и многое другое. Что касается предложений представителей малого и среднего бизнеса, большое количество из них поддержано и уже реализуется госорганами. Это касается расширения видов деятельности, признаваемых приоритетными для целей господдержки, снижения и унификации ставки кредита, увеличения объема государственных гарантий. Обеспечить гарантиями сельхозтоваропроизводителей государство решило не просто так. Зачастую у сельчан не хватает залога, чтобы получить кредит на развитие бизнеса. Банки второго уровня финансируют их неохотно. За прошлый год общая сумма займов не превысила и 90 миллиардов тенге. Для сравнения, 6 лет назад цифра была в разы больше – свыше 430 миллиардов. В этом году помогать залогам начали с сентября. Пока Сергей Горовой – единственный предприниматель страны, который сумел воспользоваться этой господдержкой. Еще три заявки сейчас находятся на рассмотрении. Ирина Панфилова, Рауан Монбай, Жандос Битабаров и Талгат Серик Калиолы. Хабар, 24. Инфраструктура, АПК, промышленность и туризм. Аскар Мамин оценил социально-экономическое развитие Акмолинской области. В Степногорске глава правительства посетил предприятия агропромышленного сектора, химической промышленности и горно-металлургического комплекса. В Щучинске он провел совещание по вопросам развития туристической инфраструктуры, где подчеркнул необходимость активизировать работу по реализации госпрограммы развития всей туротрасли. В Покшетау, Аскар Мамин осмотрел модульную инфекционную больницу на 200 коек. Здание состоит из основных восьми блоков. В каждом блоке имеется свое независимое обеспечение, вентиляция, система вентиляции, система подачи воздуха. В каждой палате у нас имеется очищенная фильтрованная вода, которая подается централизованно. Иными словами, каждый блок нашего центра инфекционных заболеваний может существовать практически автономно. Имеются отдельные входы, отдельные выходы. Раз и навсегда решить жилищный вопрос, надеются казахстанцы, которые рассчитывают снять часть своих пенсионных накоплений. Но пока неизвестно, как все это будет происходить. У населения масса вопросов. На некоторые из них ответит Артем Петров в программе Актуально. Когда в начале сентября этого года президент озвучил новые меры поддержки казахстанцев, в это непростое время, я сейчас говорю о частичном изъятии пенсионных накоплений, у многих казахстанцев появился реальный шанс раз и навсегда решить свой жилищный вопрос. Это, конечно, все здорово, но все-таки когда? Обещают в 2021-м. Но ведь это понятие растяжимое. Пора информировать население о проделанной работе. Это актуально. Здравствуйте. И речь на самом деле идет не о том, что поскорее бы. Программа действительно уникальна и совершенно точно торопиться здесь не стоит. Надо будет, казахстанцы подождут. Просто, как показывает практика, если населению своевременно и внятно не показать реализацию проекта на всех этапах, накопливаются вопросы и рождаются слухи. А там, где информационный вакуум, почти всегда появляются мошенники, готовые заполнить его и параллельно свои карманы. Появление каких-то схем и попытки мошенников использовать предложенные механизмы для обмана граждан исключать никогда нельзя. На любом рынке параллельно с его развитием появляются и недобросовестные участники. Панацея только финансовая грамотность и осторожность. Какие бы механизмы контроля не разрабатывались со стороны государства, регулирующих органов, основной риск в недостаточной осмотрительности при принятии решений каждым человеком. Я думаю, что после законодательного утверждения всех изменений в пенсионной системе необходима широкая разъяснительная кампания, чтобы вкладчики получили детальную информацию, а затем взяли на себя ответственность за собственные решения и перспективы. Еще одна потенциальная угроза – ажиотаж, который обязательно случится, если ответственные органы не начнут широкомасштабную разъяснительную работу. Помните инцидент с сайтом ЕНПФ? Он рухнул за считанные дни, не выдержал наплыва. Вот примерно так же сейчас казахстанцы штурмуют филиалы «Жилстрой» Сбербанка. Все хотят узнать, как будет действовать жилищная программа, условия кредитования, наконец, сроки подачи заявки. Самое интересное, что сотрудники банков понятия не имеют, как и, главное, когда это все заработает. Дело в том, что проект как такового еще нет. Он только на стадии разработки. 4 ноября 2020 года планируется рассмотрение данного законопроекта в первом чтении на пленарном заседании Можилиса Парламента Республики Казахстан. После одобрения во втором чтении законопроекта в Можилисе Парламента Республики Казахстан данный законопроект будет направлен в Сенат Парламента Республики Казахстан до конца ноября 2020 года. Таким образом, поручения президента Республики Казахстан Касымжу Марта Кемелевича Тукаева об использовании пенсионных накоплений, как и другие поручения, будут исполнены в срок. Пока только известно, кто сможет изъять пенсионные средства и для чего. Еще объяснили, что на руки вкладчики деньги не получат. Все расчеты будут проводиться между ЕНПФ и отбасы Банк, который будет создан на базе Жилстрой Сбербанка. Тем не менее, вопросов у населения еще много. Пора выходить и объяснять, обсуждать и советоваться. Главное, не молчать. Это действительно реальный шанс изменить жизнь казахстанцев. И упускать его никак нельзя. Это Актуально. До встречи. Сразу 80 досудебных расследований, связанных с коррупцией, зарегистрировали в Казахстане за последние две недели. 8 чиновников уже задержаны. Интересный факт, что чаще остальных брать взятки стали сотрудники областных управлений здравоохранения. Не исключено, что некоторые из них просто решили подзаработать на пандемии и по максимуму. Освоить бюджетные средства, выделенные на борьбу с опасным вирусом. Андрей Деменок собрал самые заметные и громкие задержания последних дней. Это кадры оперативной съемки задержания руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Булатбека Каюпова. Его подозревают в получении взятки в 7,5 миллионов тенге. За эту сумму чиновник обещал свою благосклонность при приемке медицинского оборудования. Руководитель ГУ и его пособник задержаны в порядке статьи 128 уголовного процессуального кодекса и водворены в изолятор временного содержания управления полицией города Уральск. В Жамбылской области на скамье подсудимых также могут оказаться коллеги Каюпова. Их подозревают в хищении 9 миллионов бюджетных тенге, выделенных на борьбу с пандемией. Чиновники закупали медизделия по явно завышенным ценам. А это кадры уже из Североказахстанской области. Там в поле зрения антикоррупционщиков попал руководитель одного из управлений областного акимата. Он подозревается в получении взятки в виде денежных средств в размере 900 тысяч тенге от директора подрядной организации за заключение договоров о госзакупках, условия которого ранее фактически были выполнены. Но самый богатый в кавычках урожай выдался у антикоррупционщиков Алматинской области. Для начала ему удалось задержать руководителя Талдыкурганского филиала Республиканской ветеринарной лаборатории. За 425 тысяч тенге он обещал местному жителю помочь избежать воинской службы, а позднее поймать с поличным руководителя отдела и ведущего специалиста управления контролем и качеством безопасности товаров и услуг. Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в группе лиц по предварительному сговору неоднократно получили денежные средства в качестве взятки от директоров субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся розничной торговлей. Не остаются в стороне от коррупции сотрудники национальных компаний. На этот раз получить хорошую надбавку к зарплате попытался руководитель одного из павлодарских филиалов Казахстан-Темиржолы. Его подозревают в сборе средств подчиненных подведомственных ему подразделений на общую сумму 250 тысяч тенге. Андрей Деменок, Хабар, 24. А в Алматы полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений Каспи-банка. Двое из них взяты под стражу в Алматы, а третьего сегодня арестовали в Уральске. Похищенные деньги изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Также установлено охотничье ружье, использованное нападавшими при совершении налета. Оно принадлежит одному из них. Напомню, нападение на Каспи-банка, расположенного на пересечении улиц Сейфулина-Гоголя, произошло 15 октября. Вооруженные люди в медицинских масках ворвались в помещение. Клиентов в отделении тогда не было. Один из них держал под прицелом работников в зале, второй топором разбил окно Каспи-банка. Затем грабители сложили в сумку деньги и ушли. По предварительным данным, задержанные унесли с собой 2 миллиона тенге. Все три фигуранта взяты под стражу. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за мошеннические действия. В настоящее время проводится комплекс процессуальных и следственных мероприятий, направленных на изъятие вещественных доказательств, а именно похищенных денежных средств. Данное расследование проводится по статье 192, ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Законодатель предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Саркофаг, оставшийся после добычи золота в Кустанайской области, может стать причиной экологической катастрофы. Об этом заявляют жители Житикары. Местная инициативная группа выяснила, что разрушается защитный грунт, под которым находится ртуть и мышьяк. Активисты требуют провести тщательное исследование грунта, воды и воздуха в этих местах, чтобы определить уровень опасности. Наталья Строкова продолжит тему. Это жилая окраина Житыгоры. В середине прошлого века здесь добывали золото открытым способом. При разработке использовали ртуть и мышьяк. Вредные металлы после закрытия фабрики захоронили. Точнее, просто засыпали глиной. Земляной саркофаг простоял 50 лет. Под напором ветра и воды начал разрушаться. Здесь находятся вредные химические элементы. Как на пороховой бочке мы сидим, появились большие расщелины. Из этой расщелины вся вода стекает вниз. И идет вот за этими давами, сразу идет наша речка Шуртанды. Эта речка впадает в реку Табол большую. Оттуда пьют все воду. Место техногенных залежей в народе называют Иловой горой. Сейчас на ее поверхности много обвалившихся участков. Через них можно разглядеть шахты. А горожане говорят, что уже несколько лет ощущают вредные испарения. Все эти элементы, которые здесь находятся, летом она издает сильный запах. Очень сильный, едкий запах. Жара, когда особенно стоит. Поэтому мы просим, чтобы нас услышали, нам помогли решить эту проблему экологическую. Чиновники обещали разработать проектно-сметную документацию на сохранение саркофага. Но дальше разговоров дело не пошло. На конкурс не смогли предоставить техническое обоснование. Сначала нужно провести экологическую экспертизу. Изначально надо понять, что нужно сделать. Приезжают специальные экологические службы, которые должны сказать, что нужно сделать. Или у нейтрализовать, или каким способом. Думаю, до конца года мы этот вопрос решим. И в начале года экспертиза должна быть. Как влияют тяжелые металлы на окружающую среду и людей, до сих пор неизвестно. Местные лаборатории не могут проанализировать содержание ртути и мышьяка в почве, воде и воздухе. Именно по мышьяку и по ртути в область аккредитации наша лаборатория не уходит. Поэтому по этим параметрам сказать, какая концентрация департамент экологии пока не может. Нужно пригласить ту лабораторию, которая имеет область аккредитации именно по данным веществам. Минувшей весной о своей проблеме инициативная группа из ЖДГР рассказала специалистам Министерства экологии. Там обещали помочь и даже выделить 7 миллионов тенге на исследование саркофага с опасными отходами. Но пока дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Наталья Острокова, Ремех Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. На низкую скорость интернета жалуются жители села Тасбулак в Восточно-Казахстанской области. С начала карантина там возникли проблемы с дистанционным обучением как у школьников, так и у студентов. Еще одна проблема сельчан – это дорога. Зимой ее настолько заносит снегом, что добраться до трассы практически невозможно. Когда решат проблемы сельчан, выясняли наши корреспонденты. Зима для Тасбулакцев – настоящее испытание на выдержку. 18-километровый отрезок от трассы Таскескен-Бахты заносит снегом и преграждает дорогу путникам. Зачастую люди застревают на трассе. Особенно бушует метель на перевале Айгай-Кизен. Из-за того, что у нас нет дороги, многие уехали из села. Это самая первая проблема. За 25 лет, благодаря вашему прямому содействию, дорога была открыта 3 марта. Такого не было, чтобы четверть века тянулась проблема. В этом месте обещали построить дом специально для путников, потому что когда здесь метель, они остаются на трассе. Для них нужен дом с отоплением и комнатой отдыха. Но эти обещания остались только на словах. Еще одна проблема – интернет. По официальным документам, как и мобильная связь, в селе он имеется. Но скорость совсем не радует жителей. Особенно не сладко приходится школьникам и студентам. Они не могут подключиться к онлайн-занятиям и воспользоваться нужной им информацией через интернет. Для решения какой-либо проблемы, например, чтобы написать один лист документа, приходится ехать в район, преодолевая огромное расстояние. А если бы скорость интернета была хорошей, то можно было все сделать, не выходя из дома. Из-за низкой скорости страдают и школьники. Про студентов тоже не могу сказать, что они получают качественное образование. Чтобы загрузить какую-либо страницу, нужно ждать около получаса. Это даже не 2G. По словам Акима Сила, Ербола, Токмаилова, вопрос с интернетом решат в ближайшее время. Эта наболевшая проблема находится под строгим контролем. Два наших села Сегизбай и Харабиурат вошли в программу правительства «Плюс 250». Мы с ними поддерживаем связь. До конца года в селе Сегизбай улучшим сигнал КСЛ-4G. В ауле Харабиурат будет начато строительство новой станции. А для решения дорожной проблемы район Акимат выделил специальные средства. Они пойдут на расчистку трассы от снега и создание условий для путников. Уже этой зимой вопросы разрешатся, заверяют ответственные специалисты. В 18 километрах от села Тасбулак на перевале Айгай-Кезен мы планируем построить для путников специальный модульный пункт обогрева. На данный момент ведется подготовка. Поговорили с подрядчиками, теперь планируем выделить средства. После проведения конкурса на определение организации по уборке снега определим подрядчиков, и они будут заниматься расчисткой заснеженных дорог. За 30 лет население села Тасбулак сократилось в 10 раз. Если бы социальные вопросы решались вовремя, то иммиграции можно было избежать. С улучшением условий жизни возможно в село вернутся люди. Анастасия Сулейманова, берег Жабалайулы, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Жители одного из микрорайонов Шимкента просят решить многолетнюю проблему с дорогой. Улицу несколько раз ремонтировали, но в итоге стало только хуже. Вместо асфальта теперь грунт и щебень. На многочисленные жалобы в Акимат внимания никто не обращает, сетуют жильцы. Подробности у наших корреспондентов. Самаладин – один из центральных микрорайонов Шимкента. Заасфальтированы здесь все улицы, кроме одной – Тайманово. Строители почему-то обошли ее стороной. Жители много раз обращались в Акимат с просьбой привести дорогу в порядок, но ни к чему это не привело. Пусть придут нам и покроют здесь просто асфальт. Мы не требуем там нам какие-то там лотки, матки. Просто асфальт хоть поселить, чтобы люди, дети могли ходить туда-сюда. Кто-то хотел купить здесь дом. Приходит, говорит, у вас улица дурная, мы не будем покупать, у вас даже асфальта нет. Устав ждать, несколько лет назад жители сами собрали деньги и отремонтировали дорогу. Но позже на участке начали проводить инженерные коммуникации. И полотно снова раскопали. Да так и оставили. Сухую погоду по этим ухабам еще можно пройти. Но даже небольшой дождь превращает их в грязное месиво. Выходя из дома на работу, я надеваю сменную обувь и оставляю ее на окраине дороги. По-другому через это болото не пройдешь. А ведь мы живем в центре города. Некоторые улицы ремонтируют по несколько раз, а на нашу не обращают внимания. Ситуацию прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автодорог. Обещали в ближайшее время привести улицу в порядок. Всего по проекту предусмотрено 26 улиц, 12,2 километра. Общая сумма 1,250,000,000. С 2018 по 2020 год выделено 1,000,000,000. Из них на эту сумму мы завершили работу на 23 улицах. Теперь осталось завершить улицу Тайманова. Местные жители говорят, готовы ждать, лишь бы надежды оправдались. В Североказахстанской области трудятся около 300 участковых инспекторов. Контакты каждого из них планируют разослать жителям через социальные сети и мессенджеры. Таким образом, стражи порядка хотят наладить более оперативное взаимодействие с населением. О их работе в репортаже Нургуля Ахметовой. Жаслан Кагишев работает в Петропавловске. К его участку относятся около 2,5 тысяч человек. Многих инспектор знает в лицо. Служба, говорит, непростая и ответственная вдвойне. Кто непосредственно работает с гражданами, как говорится, по-простому на земле. Это участковые инспекторы полиции, батальон патрульной полиции. Непосредственно по нам, по нашему внешнему виду, по нашим действиям, по нашим грамотным решениям делается целая оценка. Как полиции в целом, так и МВД в целом. А вот Кадырбек Исин работает в сельской местности. В своем округе он единственный полицейский. К ненормированному рабочему дню уже привык. Выполнять приходится не только свои прямые обязанности, но и решать другие вопросы. Бывают моменты, когда, на мой взгляд, мы работаем не своим функциональным обязанностям, а помогаем другим организациям. На этом у нас уходит много времени. Например, это как маленький команд, когда их люди доставляешь им. Когда у них есть специалисты, есть акимат для этого. Также, например, по частным судебным исполнителям. О том, что участковый инспектор – это ключевая фигура в полиции и необходимо переходить на сервисную модель службы, говорили на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента страны. И если раньше в Петропавловске стражи порядка раздавали жителям свои визитки, расклеивали в подъездах листовки с контактами участковых, то теперь с населением будут связываться и через социальные сети. Это онлайн, то есть в инстаграме размещаются контакты участкового, то есть полностью размещается его административный участок. Граждане могут зайти и узнать, к какому опорному пункту они относятся, кто именно обслуживает их административный участок. Всего в регионе свыше 200 участковых пунктов, около 90 из них находятся в Петропавловске. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. Около 40 миллионов книг в школьных библиотеках непригодны для чтения. Об этом заявил директор научно-практического центра учебник при Министерстве образования Гани Бесимбаев. На обновление библиотечных фондов может уйти до 5 лет. Специально для этого в профильном ведомстве разработали дорожную карту, в рамках которой закупят художественную литературу как казахстанских, так и зарубежных авторов. Кроме того, продолжится цифровизация самих библиотек, а для мотивации школьников больше читать разработают специальное приложение. Контролировать платформу смогут учителя и родители. Ежегодно местные акиматы, исполнительные органы выделяют из бюджета определенную сумму для приобретения школьных учебников. Она где-то составляет из общего бюджета 2-3%. Сумма, выделяемая на приобретение художественной литературы, она оказалась намного меньше. Поэтому благодаря данному проекту 2-3% общего выделенного бюджета на образование будет выделено для приобретения художественной литературы. Портрет Аль-Фараби из желтых листьев создали молодые художники Алматы. Он появился на большом стадионе Казахского национального университета. Помогали волонтеры и друзья всего 10 человек. Вместе они управились за один день. Подробнее расскажет Шапогат Куатбекова. Этот портрет можно разглядеть только с высоты птичьего полета. Он занимает весь стадион размером почти с футбольное поле. И выложен он только из осенних листьев. Автор идеи Джухар Юнусов. Своё творение он посвятил 1150-летию Аль-Фараби. Выбрали стадион Казну, потому что этот университет носит имя Аль-Фараби. Стадион очень большой. Работа не очень легкая, очень сложная. Сюда уходит порядка 150 мешков листьев, клёна, а также других деревьев. Чтобы изображение получилось чётким, молодой художник использовал пиксельную систему. Разделил стадион на множество квадратов. Затем белыми нитками сделал разметки. Они разграничивали все части лица. И только потом стал заполнять их листьями. В каждом квадрате свой оттенок. Больше всего были использованы жёлтые листья. Этот свет сделал портрет ярче и живее. Создать его Джухару Юнусову помогали друзья и волонтёры. Мы потратили целый световой день. Листья везли отовсюду. Из парков, дворов, улиц. И погода нам благоволила. Больше всего боялись, что пойдёт дождь или поднимется ветер. И всё же срок службы портрета до первой непогоды. Но пока метеорологи обещают в мегаполисе тёплые и солнечные дни. Так что алматинцев необычный портрет древнего мыслителя ещё долго будет радовать. На этом наш выпуск завершён. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!